Именно иудаизм вы имеете в виду? То есть это не свобода выбора иудаизма или мусульманства или чего-либо еще? Поскольку речь идет о еврейском демократическом государстве, абсолютно большинство, практическое большинство в этой стране, это еврейское общество, в том числе и большинство репатриантов, это люди еврейской религии или иудаизма, или люди сопричастные к этой религии, к этой культуре, то, соответственно, мы говорим прежде всего о религиозных вопросах внутри еврейского сектора. Существует организация, научно-исследовательский центр, которые говорят о том, что среди репатриантов, несмотря на то, что действительно есть люди и христианской религии, тем не менее большое количество людей определяют себя как люди атеистических взглядов, даже если они полохи и являются евреями. Так вот, речь идет о том, что все люди, приехавшие в эту страну, в частности, люди, приехавшие в 90-е годы с нашей Льёй, это люди, которые сопричастны судьбе русского и еврейского народа. И дело в том, что их дети, дети из смешанных браков входят в еврейские школы. И, кстати говоря, в последнее время наблюдается тенденция усиления теплого отношения нееврейского населения к иудаизму. Это значит, что существует определенный процесс абсорбции, приятия иудаизма, желание войти в присоединиться к иудаизму. Далеко не всегда эти люди хотят присоединиться в ортодоксальном понимании этого слова. Не все считают необходимым соблюдение алхот, не все считают, что им нужно следовать всем тем заповедям, как видят это ортодоксальное движение. И некоторые из них предпочитают придерживаться реформистского иудаизма, консервативного иудаизма. Есть такое понятие в последние годы, как гражданский иудаизм. То есть это определенные церемонии, исключение истории еврейского народа без соблюдения определенных обрядов. А скажите, откуда вообще потребность такой ассоциации? В чем проблема? Откуда возникла? Проблема, по сути дела, состоит в том, что, перечитывая Декларацию о независимости государства Израиль, мы видим, что в нашей Декларации заявлены права на свободу религии, имеется в виду иудаизм, и гражданское равноправие. По сути дела, когда у нас 350 тысяч граждан не еврейской национальности, не являются иудеями и не в состоянии заключить брак в нашей стране, их права нарушаются. Когда мы говорим о том, что часть нашего населения, и имеется в виду, в частности, ультра-ортодоксальное население, не сопричастна к гражданской жизни нашей страны, когда они не призываются в армию. На сегодняшний 14 процентов, то есть все население ультра-ортодоксального сектора не призывается в армию. Еще в начале 90-х годов это население составляло 6 процентов. И, соответственно, когда баланс составлял 94 процента шло в армию, грубо говоря, естественно, всегда есть процент, который не идет в армию, даже среди светского населения, а 6 процентов было ультра-ортодоксального населения, вместо которого служили в армии мы, то этот баланс худо-бедно как-то соблюдался. Сегодня, когда это население выросло, сегодня это 14 процентов, а большая линия предвидится, баланс меняется. Кроме того, ультра-ортодоксальное население – это население, которое растет с демографической точки зрения очень активно. И, соответственно, получается ситуация, что на ближайшие годы баланс сместился, и уже сегодня, например, в первых классах, в общем целом, ультра-ортодоксальное население сегодня составляет 10 процентов. Но уже сегодня, в первых классах еврейского сектора ученики ультра-ортодоксального сектора составляют 25 процентов. То есть подумайте только о цифре – 25 процентов. Это значит, что через 10 лет, через 20 лет нас, светского населения, останется 75 процентов. Понимаете? Более того, ультра-ортодоксальный сектор очень резко растет. И дело не в том, что он растет, а дело в том, что сместился баланс. То местоположение религии в государстве, которое было оговорено в Декларации о независимости во времена Бен-Гуриона, оно на сегодняшний день получило совершенно другое освещение. Во-первых, когда мы приехали в 90-е годы, мы приехали в готовую ситуацию, которую нам оставалось только принять или не принять. Мы ее приняли, но дело в том, что времена меняются, баланс смещен. Часть, большая часть, в том числе нашего, русскоязычного населения в Израиле, не имеет возможности права заключить браги в этой стране. Тем не менее, служит, платит налоги. Ущемляется во многих правах. Это и транспорт в шаббат, это и служба в армии, это выплаты долгов, это ущемление абсолютно повседневных прав нашей в повседневной жизни. Что принимает ассоциация в этой связи? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok